Большие вызовы большой семерки. В Италии завершился двухдневный саммит G7, на котором лидеры обсуждали самые острые вопросы международной политики и экономики. О чем удалось договориться, знает Ирина Иванова. 8 тысяч силовиков, 2 тысячи журналистов и столько же членов делегаций. На несколько дней население маленького туристического городка Таурумина на социалистском побережье увеличилось почти вдвое. Автоматчики патрулировали буквально каждую улочку. Небо рассекали полицейские вертолеты. Безопасность была ключевым вопросом не только при подготовке саммита Большой Семерки, но и стала одной из главных в его повестке. В борьбе с терроризмом мировые лидеры делают ставку на интернет. Мы хотим, чтобы компании разработали инструмент для автоматического обнаружения и удаления вреденосных материалов в сети. В частности, сообщали о них властям и блокировали пользователи, которые их распространяют. Большая Семерка поддерживает идею создания международного форума, который будет способствовать внедрению новых технологий для того, чтобы лишить терроризм голоса в интернете. Далеко не по всем вопросам лидерам удалось достичь единства. Больше всего разногласий относительно климата и международной торговли из-за позиции новой администрации Белого дома. Ранее Дональд Трап обещал вывести США из международного климатического соглашения, подписанного на конференции в Париже 2015 года, и критиковал торговую политику Германии. Самым спорным было обсуждение торговли и изменений климата. Мы согласились с Соединенными Штатами, что еще раз обсудим детали по торговым вопросам, чтобы конкретизировать свои позиции. Также мы предоставили множество аргументов в пользу того, чтобы США не выходили из климатического соглашения. Быть более продуктивными мировых лидеров призвали активисты, которые выступают за защиту окружающей среды и против мирового экономического и социального неравенства. Саммит сопровождали многочисленные флешмобы и акции протеста. В частности, участники возмущены, что Большая Семерка Виталии, которая страдает от наплыва беженцев, не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы решить эту проблему. Активисты призывают сильных мира сего их услышать. У нас есть такие ушки, и мы хотим показать Большой Семерке, что она должна к нам прислушаться. А еще, что это значит, что мы тоже слушаем и следим за тем, что говорят лидеры. Мы призываем их действовать и не терять связь с реальностью. С тем или иным успехом участники саммита обсудили около 10 глобальных вызовов. В финальном коммунике почти 40 пунктов. В разделе «Международная политика» один из них посвящен украинскому вопросу. Лидеры подчеркивают, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине, а его решение возможно только при полном соблюдении Минских соглашений. Также Большая Семерка готова усилить санкции против Москвы и призывает Киев реализовать реформы. По сути, этот документ не несет кардинально новых месседжей, но в то же время он отметает все сомнения по поводу единства стран Запада в украинском вопросе. Из Сицилии Ирина Иванова, Владимир Дедов, подробности телеканал Интер. По итогам встречи Большой Семерки французский президент Эммануэль Макрон заявил, планирует вскоре провести еще один саммит с лидерами стран нормандского формата Украины, России и Германии и обсудить конфликт на востоке Украины. К слову, уже 29 мая Макрон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Ему француз пообещал требовательный диалог. Продолжение следует...